Доброе утро, дорогие! Сегодня 21 апреля. У нас в гостях наш друг и много раз докладывавший коллега доктор Цибулевский. Несмотря на то, что эта встреча далеко не первая, я очень прошу Мишу рассказать о себе. Есть немало людей, которые с вами не так хорошо знакомы, как организаторы семинара. И минут через 5-10 после начала вы сможете открыть свое видео или презентацию и перейти к сути дела. А пока, пожалуйста, бестрепетно рассказывайте, хвалитесь своими достижениями и своими размышлениями. Пожалуйста, Миша. Спасибо. Спасибо, Борис. Спасибо, Татьяне, за организацию этого прекрасного, прекраснейшего. Это один из самых лучших семинаров, которые я знаю. Спасибо, Миша. Я попрошу, господа, выключить микрофоны всех, а камеры, наоборот, приятно будет, если вы включите. Да, пожалуйста, Миша. Вот. Но если в двух словах о себе, в школьные годы очень любил физику, там, на Олимпиадах, включая все союзные, чего-то занимал. Из тех не поступил, потому что в те годы не брали, закончил МИИД. «Если ты, АИД, поступай в МИИД», был известный лозунг в наши годы. Это бессмертная шутка, да? Да. То есть, стал инженером, это называется автоматика, телемеханика и связь. Сегодня это инженер по электрике или электронике, путей сообщения, конечно же. Вот. А в Израиле уже кончил докторат, то, что называется исследование операций, методы оптимизации. Но мое устремление в жизни – это энциклопедические знания. Я так чувствую природу своего мозга, что мне это доставляет удовольствие соединять из очень разных частей человеческого знания. Ну вот, там, о спасении морей и океанов, у меня есть презентация о землетрясении. Ну вот, в частности, вот эта тема, о которой сегодня я хочу говорить, это «Как сделать наши города более хорошими для жизни», она получилась в развитии темы о том, что высока угроза землетрясений, и нам надо обновить жилой фонд, а раз уже обновлять, значит, его надо обновлять разумно. Это 800 тысяч квартир надо старых заменить, значит, построить около 2,5 миллиона новых, ну, с течением времени. Вот. И присутствующий здесь Михаил Карповский был одним из центральных участников обсуждений, и Владимир Файнберг, и отсутствующий здесь, по-моему, Баруха. Ермолинский тоже такой строитель-конструктор. А впоследствии вот секция в Ассоциации ученых Израиля, вот, в частности, по инициативе Михаила Козлова и Аврума Шарнопольского, эта секция, она продолжает свою активную работу, это как мозговой штурм по строительным проблемам, и вот то, о чем я рассказываю, оно активно обсуждается, и там есть YouTube-записи, вы все приглашены их смотреть. Вот, ну, наверное, да, можно переходить. Да, конечно. Миша, а можно в двух предложениях сказать, как бы, каковы главные идеи, вот, которые нам следует извлечь из этих записей? А, спасибо, спасибо. Значит, тема моего выступления сегодня, ее можно было бы сказать, дать под заголовок «Маяковский против Чернышевского». Кто знаком с русской литературой, которую мы в школе учили, Чернышевский мечтал о том, что люди будут жить в домах-башнях, ну, а вокруг будут там сельские просторы и так далее. Но я не знаю, многие ли обратили внимание, что у него одна из глав говорит о том, что на зиму, на зиму они ездили в дома-башни, расположенные где-то там на юге, и там было пустыня и море. Так что можете представить, что налег на наши места, возможно, там уже были. А у «Маяковского» мы знаем эти строчки, я, наверное, не точно процитирую, под мокрыми телегами рабочие, и губы шепчут в ряд, через четыре года здесь будет город сам. Но это, кстати, началось, для нас это началось от Маяковского. Он на самом деле был английский архитектор, который в 1898 году выдвинул вот эту мысль, что как ужасно жить в этих задымленных городах вроде Лондона. И нужно строить города, где люди будут жить просторно и ближе к сельхозтруду, совмещать одно с другим. Я не знаю, может, Михаил Карповский вспомнит название этого архитектора, это извечничий человек. По его проекту там пару городов в Англии было построено, потом и в других странах. Но это не закрепилось по той причине, что у людей просто нет ресурсов заниматься и городским своим основной профессией, и сельхозтрудом. А сегодня новая эпоха, когда роботы могут нам очень сильно помочь, и поэтому к этим вещам стоит возвращаться. Но начну я как раз с домов-башен, которые альтернативные и очень популярные сегодня направления. Я думаю, по всему Израилю вы наблюдаете их возведения. Вот, сейчас я... Да, уже можно. Сейчас я попробую сделать еще видео. Так, оптимайзфа видео. В последние годы в Израиле строится много жилых домов-башен. Домов порядка 30 этажей, чуть выше, чуть ниже. И сейчас стоит развернуть это, президент. Это тенденция приобретает все больше размах. Казалось бы, города с такими башнями выглядят очень привлекательно, поскольку люди живут в башнях, а между ними есть пространство для газонов, деревьев и так далее, и человек не чувствует никакой тесноты. Тут мы можем даже вспомнить Чернышевского, что делать. Там герои жили в таких домах-башнях, возделывали поля, а сами наслаждались жизнью в домах-башнях. И, между прочим, если обратите внимание, там есть такая глава, где на зиму они уезжали в дома-башни, расположенные в таком месте, где есть пустыня и море. Вот, боюсь, что уже Чернышевский давал дымек на наши места. Так ли хороша эта тенденция? Давайте рассмотрим поближе. Во-первых, дома-башни, они серьезно дороже. В них есть довольно дорогое оборудование, прежде всего. Это высотные лифты, которых должно быть несколько, потому что если один откажет, то людям просто нечего будет делать, окажется западнее. Также поднимать на большую высоту воду, водопровод, это тоже большая проблема. И поэтому каждые 15 этажей в очень высоких зданиях нужно делать технический этаж, где вот такие емкости и перекачка снизу вверх. То же самое канализация имеет серьезные проблемы. А также мусоропроводы, мусоропроводы со специальной пневматикой и так далее. Довольно дорогостроющее устройство. Кроме того, нужно активную пожаротушащую систему делать, очень серьезно, поскольку пожарная машина к такому дому, она не особо подъезжает, даже если подъедет до 30 этажа, большая проблема достать. И эти системы тоже стоят замечательных средств. Как жить на высоких этажах? С одной стороны, нет, я же в отдых. Что-то говорили? Я говорю, к тому же Чернышевский, кажется, не думал о ракетных атаках, да? А, ну да. Между прочим. А с другой стороны, ветер, он очень сильно увеличивается с подъемом от земли, поскольку трение об землю уменьшается. И большая проблема использовать балконы в таких домах. И порывы ветра, они настолько велики. Вот один из наших участников, нашей группы, Михаил Карповский, он жил в таком доме и говорил, что в ветреный день он не мог открыть входную дверь. Поэтому в таких домах должна быть принудительная вентиляция, которая регулирует давление воздуха и не дает вот этим порывам ветра производить переворот внутри дома. В целом, учитывая вот все это вышесказанное, не только строительство такого дома, оно существенно дороже, но и его содержание. Известна цифра, что в Америке содержание, текущее ежемесячное взнос жильцов дома составляет порядка 600 до 1000 долларов в месяц. Ну, в Израиле эта сумма оценивается примерно 1000-1500 шекелей. Вот у меня знакомые есть в небоскребе таком на Тане, на берегу моря, вот я знаю, там около 1400 шекелей в месячный взнос. То есть люди состоятельные могут себе это позволить, а для людей скромного достатка эта сумма уже является серьезной перегрузкой. Кроме того, мы живем в стране, где не всегда с точки зрения военной безопасности спокойно. И мы знаем, что у наших врагов появляется высокоточная ракета. Такой дом – это просто идеальная цель для атаки такой высокоточной ракеты. Будучи достаточно массой заряда, она просто может его уничтожать. Потери могут быть очень большие. В Технеоне есть профессор архитектуры и городского планирования Рахель Альтерман. Она уже долгие годы воюет против этой тенденции строительства домов-башен в Израиле. И даже у меня присутствует картинка из ее презентации, которая довольно давно, по-моему, в 2016 году была сделана. Вот здесь даже ссылка на Ютьюбе. Содержание этих домов настолько проблематично, но вот она дала картинку, как может выглядеть новый красивый высотный дом. Тут два вместе. И как они выглядят 20 лет спустя с тем содержанием, которое жильцы Израиля могут себе позволить. Рахель Альтерман выпустила даже такой отчет, книжку о юридических аспектах вот этих больших домов, потому что расходы большие, и как их разделить между жильцами, так чтобы не было конфликтов, это тоже большой-большой, очень открытый вопрос. И красивая иллюстрация к этой книжке, она показывает вот такие грустные немного дома-башни, а рядом с ними более жизнерадостные дома обычной высотности. Основной мотив, как я уже сказал, население Израиля растет. И вот Рахель Альтерман указывает, что дома-башни, они позволяют плотность застройки 60-70 квартир на Дунам. Дунам – это тысяча квадратных метров, это квадрат, грубо говоря, 32 на 32 метра. Тогда как если мы застроим обычной застройкой от четырех до девяти этажей, получится 20-25 квартир на Дунам. Ну, население Израиля растет. Давайте подумаем, а действительно ли нужна нам такая плотная застройка. Известна общая площадь земли всей территории Израиля. Около 22 тысяч квадратных километров, либо 22 миллиона Дунам. Сегодня в Израиле застроено порядка 5% территории. Причем далеко не вся застройка, она плотная. Если вы поедете по стране, увидите во многих местах, между прочим, включая Иерусалим, более периферийные районы, довольно свободную застройку. Вот представьте себе, что вместо 5% вот страна развивается, и мы решили, что 9% территории мы выделим под застройку, ну, а остальное останется уже под поля, леса и так далее. Простой арифметический подсчет говорит, что 9% — это 2 миллиона Дунамов, и при средней такой застройке мы имеем 20-25 квартир на Дунам, таким образом мы получим 40-50 миллионов квартир. Ну, население Российской Федерации можно поместить в такую площадь. То есть явно видно, что если строить рационально, вполне-вполне мы можем обойти без домов башен, и я полностью присоединяюсь к мнению профессора Альтерман, что стоит смотреть на альтернативные пути. Значит, тем не менее, мы, вот центральная наша тема — это обновление жилого фонда Израиля с тем, чтобы устойчивость к землетрясениям повысить. Представьте, что мы будем вести пину и пину и замену старых зданий на новых домами 8-9-этажными. Какое преимущество таких домов? Они требуют только одного лифта, прежде всего, и такого относительно маленького, относительно маленького, потому что в крайнем случае уже можно спуститься с 8-го или 9-го этажа вниз, если даже лифт остановился, конечно, такие случаи должны быть редкими. И, между прочим, даже если приехала новая мебель, то сегодня в Израиле есть уже такие машины, они, ну, грубо говоря, такая штанга телескопическая с площадкой, туда кладут шкафы, диваны и так далее, и поднимают к балкону или к окну квартиры до 9-го этажа, такая машина вполне может работать. Так что можно даже и без грузового лифта обходиться. В случае пожара, конечно же, эвакуация намного более простая и внутренним путем, и пожарная машина может подъехать и эвакуировать людей из горящих квартир, а кроме того, просто доступ для тушения пожара, это тоже важнейшая вещь. А также различный технический доступ для обслуживания зданий снаружи, и вот в частности, когда мы говорим о зеленых домах, где обильная растительность на балконе, то, что делается в тех проектах, которых я вам показывал, там обслуживание, садовое обслуживание этих балконов берет на себя муниципалитет, и внешний доступ к этим садовым балконам, он, конечно, намного легче в таких менее высоких домах. В Израиле есть еще одна очень важная особенность, религиозные евреи, они не могут пользоваться лифтом в шаббат. Есть особые шаббатные лифты, которые автоматически постоянно ездят с этажа на этаж без перерыва, останавливаясь на каждом этаже, но эти лифты весьма проблематичны, во-первых, это большой перерасход энергии, механический износ, потому что такой лифт должен 24 часа находиться в постоянном движении, а помимо того, есть многие религиозные люди, говорят, что в этих лифтах все равно сенсорные датчики лазерные и так далее, то есть человек своим перемещением он переключает электрическую цепь и поэтому старается избегать таких зданий. А вот здания, скажем, до восьми этажей вполне доступны, там семьи помоложе они могут сверху спускаться, те, кто постарше, могут на более низких этажах располагаться. есть еще одна важная проблема, когда мы делаем пинуй-бинуй, мы хотим, чтобы подрядчик имел в два, желательно в три раза больше квартир, чем в доме, который он заменяет, и тогда у него при продаже квартир образуется достаточно средств, чтобы компенсировать все расходы. И с этой точки зрения высокие дома, они как бы наиболее удобно. Строится 10-этажный дом, а еще лучше 30-этажный, пожалуйста. Вот. А какой же выход из положения здесь? Ну, прежде всего замена, например, трехэтажного дома на девятиэтажный. Уже утраивает количество квартир. Кроме того, в Израиле подавляющее количество домов одноподъездные. Если вместо них поставить двух-трех подъездный дом, то плотность застройки, она за счет этого возрастет. Нет промежутка между строениями, и можно домами умеренной высоты вполне увеличить количество квартир до требуемого. если есть места, где и это недостаточно, то возможны варианты, о которых уже и сегодня правительство думает, о том, чтобы подрядчикам в таких ситуациях выделять еще и дополнительный участок для новой застройки. Может, желательно в том районе, в котором пользуются повышенным спросом, цены на квартиры относительно высокие, и таким образом он в комплексе может вполне надеяться вернуть себе затраченные средства. вопросов. Мы уже говорили о том, что обновление станет... Так, сейчас я на одну секунду останавливаю видео. Это мы уже переходим к следующей части. То есть мы были с критикой Чернышевского, а теперь переходим к Маяковскому. городу-саду. Я включаю продолжение. В старых районах городов, то, что мы называем пинуй-бинуй, часто ведет к уплотнению городской застройки. И противники этого говорят, что мы помещаем людей в каменные джунгли из бетона и асфальта. Есть ли способ улучшить ситуацию? И вот один из важных способов дает нам легендарный архитектор итальянский Стефано Буэри. И на этих фотографиях, на этом слайде я показал его главное произведение, я бы сказал, произведение искусства, симфония. Это здание, которое называется вертикаль Боско, находится в Милане и построено, строилось с 2009 по 2014 год. Как вы видите, архитектор предпринял максимальное усилие, чтобы сделать фасад здания по-настоящему зеленым. И настолько это получилось удачно, это здание стало всемирно известным и принесло автору также всемирно известным. Совершенно недавно, буквально месяц назад Стефано Баери дал такую очень развернутую презентацию в Барселоне. Институт Advanced Architecture продвинутой архитектуры в Барселоне можно на Ютьюбе найти запись этой лекции. Она произвела на меня огромное впечатление. И в частности среди многих важных деталей он показал как эти его проекты шагают по миру. Вот это оригинальное здание в Милане, здание в Голландии, в Китае, в Египте, в Каире, что кстати для нас важно, потому что это близко к нам по климатическим условиям в Швейцарии, еще одно здание в Голландии и так далее. А на следующем слайде, давайте посмотрим, он еще развернул и дал совершенно широкий обзор зеленых проектов в мире. как вы видите, эта революция, она набирает силу прямо на наших глазах и это можно понять, потому что люди стали богаче и для них теперь самое главное не только не просто добыть себе пропитание и крышу над головой, а жить в хороших здоровых условиях и беречь окружающий мир. И зеленые города это один из лучших способов приложить усилия в этом направлении. Но есть еще один важнейший аспект. Если очистить города от загрязнений, от выхлопных газового автомобиля и выделение асфальта, это два основных источника загрязнений, и можно добиться того, чтобы они ушли в прошлое. В городе можно будет выращивать фрукты и овощи. И вот как один из примеров есть такое устройство, называемое фармбот, робот для выращивания маленького огородика. Значит, он едет, это такой П-образный, такой, знаете, как балочный кран, который в портах, только в миниатюре. Он ездит по направляющим рельсам маленьким вдоль участка, который может иметь ширину 2-3 метра и длину 8-10 метров. И он делает полный цикл огородных работ. Вот этот манипулятор, он может поперек, по верхней части этой буквы П ездить поперек и достигать любого места на огородике. Значит, он спускается вниз, он может брать в коробочке семена или рассаду, вдавливать их в этот огородик согласно той схеме, которую вы выбрали на экране своего компьютера или смартфона. Затем он поливает, удобряет, проверяет влажность почвы, выпалывает сорняки и так далее, и так далее, и так далее, дает дорасти вашим овощам до полной готовности, и вам остается только сорвать вот этот уже созревший помидорчик или какой-нибудь аромат лучок или укропчик и насладиться тем, чего мы лишены на самом-то били, потому что ну что, городскому жителю срываются полузрелые овощи и фрукты где-нибудь у фермера там в Кибуце или в Маршаве и везутся, и вот эти помидоры, особенно в последнее время, мы знаем, они такие стали твердоватенькие, ну, понятно, селекционеры идут по просьбе работников сельского хозяйства и торговли, чтобы они были прочнее и лучше доезжали до места. Кроме того, в этой сети поставки и продажи мы туда платим три четверти тех денег, которые мы платим за тот же помидор или за яблоко, только около четверти доходит фермеру, так, чтобы иметь свежие помидоры, лучок и яблочко вблизи своего дома, вот это новое время, оно уже на подходе. И, как я уже сказал, сельскохозяйственные роботы огромную роль играют в этом процессе, и сейчас вот прямо на наших глазах происходит огромный прогресс. По моей оценке, по моему ощущению, в ближайшие пять, десять, пятнадцать лет сельскохозяйственные роботы просто займут место человека, и более того, они позволят вместо огромных полей, где господствовали тракторы весь двадцатый век, выращивать полностью все, что человеку нужно на его приусадинном участке, или в случае города, на его балконах и в садике, которые находятся внизу дома. Мы знаем, к примеру, что Илон Маск сегодня создает поселение где-то в северной Европе, которое полностью сами себя обеспечивают овощами, фруктами, другой продукцией, и он там очень активно использует вертикальные теплицы, такие многоэтажные сооружения, которые очень эффективно используют площадь земли. А в городских условиях у нас эти вертикальные теплицы, они просто бесплатны, ну, теплицы, не теплицы, нужно ли огораживать балконы, особенно в условиях Израиля, это отдельная тема для обсуждения, но, по крайней мере, скачок в качестве жизни это, безусловно, представит. А кроме того, важнейшая тема это расширение городов. Израиль очень с большим опасением относится к этой теме расширения городов, потому что хотят сохранить природу и сельскохозяйственные земли. Так вот, если добиться того, чтобы город, расширяясь на землю, допустим, Кибуса или Машава, полностью сохранял продуктивность этого участка земли, а при вертикальном расположении озеленения это вполне, вполне возможно, то мы с намного более легким сердцем могли бы позволить городам расшириться и таким образом не селить людей в этих огромных башнях, которые имеют много-много проблем, у меня еще будет отдельная презентация и на эту тему тоже, а кроме того, зеленые города, они еще и прохладнее, вы знаете, возле моего дома есть такой вади, такой участок природный участок в Иерусалиме, и летом, когда я туда спускаюсь, он буквально ограничен городом, я когда туда спускаюсь, я сразу окунаюсь в прохладу, в условиях особенно южного города солнце нагревает асфальт, как мы все знаем, до огромной температуры, может быть 50-60 и выше градусов, и зеленый город, он от этого предохранен, ну и те, кто думает о глобальном потеплении, они в особенности должны радоваться зеленым городам, поскольку не только уменьшается количество углекислого газа, поскольку эти растения, они очень много впитывают из воздуха, и то, что мы компактно селем людей, кстати, это еще и уменьшает транспортные расходы, расходы энергии на транспорт, но кроме того, как я уже сказал, города, они нагревают, они как печки, они нагревают землю, и зеленые города лишены этого большого недостатка, а кроме того, листья, растения, они еще и притягивают токсичную пыль и умеют ее обезвреживать. То есть вот этот путь, этот путь, он достойен очень глубокого изучения, и если в Израиле мы собираемся вести массовую перестройку многих сотен тысяч квартир в новых домах, и даже миллионов квартир, вот эта тема, потенциал для зеленых городов должен быть в нашем сознании, пусть даже с небольшими предварительными усилиями строить таким образом, чтобы при желании нам было легко осуществить вот этот зеленый проект. Как же подготовить наши заново перестраиваемые города и микрорайоны к условиям зеленого города? Прежде всего, в новых домах хорошо бы сооружать как можно больше балконов, и здесь уже надо хорошо подумать о муниципальной регуляции. Дело в том, что в городском плане зачастую указывается общая площадь дома, включая балконы, общая жилая площадь, включая балконы. Таким образом, застройщики, им выгодно балконы сделать в скромном количестве площади и побольше площадь комнат, поскольку он знает, что и жильцы с большим удовольствием и за большие деньги купят эти квартиры. если изменить этот принцип и со стороны ИРИИ муниципалитета сказать, что мы указываем вам жилую площадь дома, а балконы можно сооружать сверх этой жилой площади, но мы найдем средства проследить и обеспечить, чтобы эти балконы были по-настоящему зеленые, это автоматически приведет к тому, что количество балконов во сооружаемых домах станет намного больше, потому что если человеку сказать, вот у тебя такая-то жилая площадь, а к ней еще много балконов, конечно же, человек с намного большим удовольствием приобретет такую квартиру, а цена ее, себестоимость строительства, она увеличивается очень незначительно, ну, максимум процентов 5. Есть еще важные технические элементы, если мы хотим на балконах размещать деревья, хорошо бы делать в углу балкона встроенные бетонные ящики, которые будут наполняться землей, туда будет сажаться дерево, это придает устойчивость, особенно в случае сильных ветра и так далее. А кроме того, для поливки требуется какое-то значительное количество воды. Есть такое понятие серая вода, это вода из кухни и ванны, в отличие от воды из туалета. Так вот, эту серую воду можно заранее позаботиться о том, чтобы были трубы канализации в квартире, направленные в сторону балкона. Ну, и отдельная проблема, есть способы немножко улучать, немножко фильтровать эту воду, так, чтобы она была хороша для растений. И, кстати, это еще и поощрило бы жителей дома использовать моющие средства экологичные, потому что они идут на их собственное растение, на их собственные помидорчики, которые они будут кушать. И таким образом индустрия экологичных шампуней и прочих средств, она бы могла получить очень большой и серьезный дополнительный импульс. Теперь, это мы поговорили о здании. Кроме того, надо продумывать и сами улицы. Сегодня, как я уже говорил, основной источник загрязнения это двигатели внутреннего сгорания и асфальт. Что мы должны делать? Мы должны подготовиться к тому, что подавляющее большинство, может, все транспортные средства станут электрические, и мы к этому уже очень близки, там, автономные такси и так далее, мы видим, что они уже совсем-совсем на подходе, там, Илон Маск, один из лидеров, революции, а у нас в Иерусалиме Амнон Шашуа, там, фирма Мобила, легендарная, она, кстати, одна из первых в мире занялась вот этой и очень успешной проблемой создания автономного робота-водителя. Вот, значит, а что касается асфальта, безусловно, нужно заменять его на более экологические покрытия. Есть материалы, в частности, так называемый пескобетон, бетон без применения гравия, и один из участников нашей группы, доктор наук Константин Львович, он мировой специалист в этой области, в области пескобетона, и у него есть уже опыт, опыт использования пескобетона как в конструкциях зданий, так и для дорожных покрытий. Так вот, в первую очередь тротуары, но также и проезжую часть вполне можно покрыть экологическими материалами. Кроме того, нужно предусмотреть идеальный город, это город, в котором большие плодовые деревья, которые смыкаются кронами, образуя сплошную тень внизу, для южного города это вообще прекрасно. и на тротуарах, и во дворах, а также надо подумать о том, что можно перекрыть и проезжую часть, если проезжая часть это всего две полосы, допустим, в каждую из сторон, на таких маленьких улицах, то на тротуарах, если бы сажать большие деревья близко к проезжей части, их ветви могли бы перекрывать. Тут надо, конечно, особо позаботиться об уходе за этими деревьями, чтобы не падали лишние вещи на проезжую часть, но, как я уже сказал, близится эпоха сельхозроботов, которая намного облегчает нам эту задачу. А кроме того, существует еще вариант перекрыть проезжую часть такой галереи, решетчатой галереи, на которые будут, например, вьющиеся растения, но опять они тоже могут быть плодовыми, винограды и так далее, если добиться чистоты в городе. Ну, и там, где возможно, это несколько дороже, но в плотно заселенных районах вполне может быть по карману, это просто опускать проезжую часть под землю, а тогда сверху уже будут газончики, кустики, дорожки, усыпанные песком, и место там, да, пешеходов и велосипедистов, и жить в таком городе, несмотря на плотную застройку, будет очень и очень комфортно, намного лучше, чем в тех городах, в которых мы живем сегодня. Миша, замечательно, интересно, хочется немедленно выйти из своей квартиры и поехать жить в такой город, и вспоминается сон веще на шерст там бетон, алюминий, что-то вот такое, стекло. Прекрасно. Вы продолжаете рассказывать, Миша, или мы переходим к вопросам? Можно перейти к вопросам, или может соучастники мною упомянутых захотят? Выбирайте, выбирайте. У вас еще по нашему формату немало времени для сообщения после чего время на вопросах. Михаила, я не упомянут почему-то, но это не важно. Я могу маленькую презентацию добавить по этому вопросу и дать грамотные ответы на все то, что вы нарисовали. Спасибо. Да, я очень извиняюсь, Семен Ройтман активный, очень активный участник вот этого обсуждения мозгового штурма в области строительства. Прошу прощения. Семен, если можно вашу презентацию чуть-чуть сдвинуть, обсуждения в конце. ведущий, пусть ведет. Я подожду, я терпеливый. Хорошо. Итак, Миша, ваш выбор, вы продолжаете? Давайте вопрос, а кто еще соучастников несколько слов захочет сказать? Я не знаю, может Михаил Карповский на ранних этапах был. У нас есть очередь. Пожалуйста. Карповский, он как соучастник обсуждений на ранних этапах. Но хорошо, хорошо, давайте. Переходим к несколько вопросов потом, да? Пожалуйста. Первый, пожалуйста, Михаил Козлов. Большое спасибо за такой интересный доклад. Мы на наших мозговых штурмах заслушивали вас несколько раз. Значит, вы упоминали о мозговых штурмах, которые проводят ассоциации ученых и специалистов. Это уже десятая, значит, у нас намечается такой мозговой штурм. На десятом мозговом штурме будет выступать профессор Юрий Багаршак с интересным таким докладом. Мой дом, моя вселенная. А вот на четвертом мозговом штурме, значит, мы обсуждали разумный город, такой сад, концепцию разумного города, сада, значит, которая построена на современных таких представлениях 20-минутных городов, в пределах такой 20-минутной доступности, так, значит, и там было предложение такое, значит, что такие города, значит, разумные города на основе современнейших технологий, в том числе и того, о чем вы говорили, так, строить на базе таких семейных домов. Семейный дом где-то в пределах от 7 до 9 человек, жителей, так, трех-четырехэтажные дома, так, садиком и так далее, значит, так, и то, что вы говорили по распределению по площади, так, оно, в принципе, вписывается, то есть, остается запас, так, и вот переход действительно, значит, проблема для Израиля, значит, что половина действительно жилья, значит, надо реконструировать, так, и вот с учетом комфортности среды обитания, так, такой переход, наверное, дал бы положительный результат, значительно положительный результат в доложительности жизни и так далее. Миша, вы хотели задать вопрос, правда? Это как раз вопрос. Миша, как вы на это смотрите? Спасибо. Такой расширенный вопрос, но он очень емкий, он очень хороший, он направляет нашу дискуссию в еще одну дополнительную сферу. Дело в том, что как вообще история сельского хозяйства происходила? До последних ста лет большая часть населения жила в сельской местности, да? Потом пришли тракторы и согнали людей в такие городские гетто, а два процента, три процента остались баронами, которые владеют всей землей. сейчас вот с приходом сельхозроботов ситуация может, почему это было? Ну, мы все понимаем, для трактора просто намного эффективнее иметь большое поле. С приходом сельхозроботов снова на маленьких участках может оказаться, что можно полноценную продуктивность получить с одной стороны, с другой стороны транспортные издержки на транспорт и хранение, они намного уменьшаются. Мы получаем дешевую сельхозпродукцию. Поэтому вот эти два дополняющих варианта. Один это в городах сделать все максимально зеленый плод при относительно высокой застройке. Другое вот ту сельхозплощадь, которая есть, а в Израиле я прикинул, при сегодняшнем населении пять соток земли на человека приходится. И человек может сказать, действительно, я не хочу, чтобы где-то далеко от меня на кибуцном поле и саду это росло, а хочу, чтобы росло рядом со мной. И тогда люди просторно расселятся. Помните, сотка это сколько? Сотка это сто квадратных метров. Это квадратик десять на десять метров. а Дунам это тысяча тысяча квадратных метров. Это десять сот. Вот. Это одна сторона. И есть еще третья. В Израиле очень мало, очень большая нехватка туристических гостиниц. И мы знаем, что дешевле поехать в Грецию и Турцию, чем отдыхать в Израиле. Опять же, если бы был такой вид местного туризма, где люди, можно сказать, живут в фруктовом саду, он должен быть очень дружественный. Надо заново продумать растения, чтобы не было химии, чтобы тень закрывала все. И часть отдыха людей была бы что-то собрать себе, а кто-то бы хотел в какой-нибудь организации, которая малоимущим помогает улучшить свое питание и так далее. Это еще одна очень перспективная. Еще одна. Я прошу выключить микрофон, и господа, мы слышим посторонние шумы. Спасибо, Миша. Таня, есть ли еще вопросы? Следующий Михаил Карповский. Да, пожалуйста, Михаил. Включите микрофон. Спасибо большое. Ну, я хочу сказать, поскольку мы знакомы с Михаилом Соболевским некоторое время, да, вот, я наблюдаю за ним. Во-первых, я хочу ему сказать спасибо. Во-вторых, я хочу сказать, что Михаил настоящий романтик, так сказать, от человека познающего, вот, и его попытка, так сказать, сделать некое всеобъемлющее, так сказать, такую теорию, она, так сказать, весьма благородная, я вот так сказал. Вот, хотя я, в общем-то, который урбанизмом, и, собственно, не урбанизмом, а скорее газостроительством занимался, так сказать, на практике, вот, хочу сказать, что, ну, я не буду изгладать, так сказать, теорию, современную деорию худостроительства и историю ее, но я хочу сказать, что основное, что создавало города еще с древности, да, такой функции, да, это было сосредоточие, это была, во-первых, защита населения, вот, а во-вторых, это было сосредоточие производства и, ну, сосредоточие культуры, понимая культуру как человеческое, как человеческие знания, так, много, ну, во всех ее видах, да, вот, и культура, как поведенческая культура, там уже менялась и так далее, вот, но экономика, в общем, была всегда на первом месте, и экономика остается на первом месте и сейчас, но есть некие тенденции, мировые уже тенденции, которые влияют на создание системы расселения, впервые это было сформулировано в 60-х годах в Советском Союзе, вот, и была такая теория новых систем расселения, да, вот, ну, это заглохло, потому что в социалистической системе, вот, это, заглохло вместе с Советским Союзом, да? нет, 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 заглохло в 60-х же годах, в 60-х 70-х годах заглохло, потому что это требовало такого среда, такой целевого использования государственного бюджета, который социализм себе позволить не мог, капитализм мог, а социализм нет, значит, социализм моногорода, то есть предприятие некое, в Советском Союзе чаще всего закрытое или очень емкое с точки зрения материала переработки, вот, и некое поселение вокруг этого предприятия, вот, а капитализм шел по другому пути, он создавал промышленные зоны, фактически вот мы можем на примере развития городов Израиля это видеть, да, то есть зона жилая отдельно, зона производственная отдельно, вот, значит, но все это оказалось при социализме опять же, да, появлялись многочисленные районы совершенно, так сказать, безликой застройки, вот, кстати, заметим, что идея пришла в Советский Союз из Франции, а Франция отказалась от этого очень быстро, потому что именно эта тенденция была признана неправильной, вот, и все-таки психология человека, о которой мы неизбежно говорим, а вот у Михаила она, как сказать, является как бы таким связующим звеном, да, вот, она привела к тому и развитие цивилизации, что сейчас появились другие системы расселения, другие совершенно представления о том, что такое комфортный город, вот, то, что говорил Михаил о зеленых городах, да, это развитие городов, а то, о чем я сейчас скажу, это развитие систем расселения, значит, появились очень немалое количество людей, ковид это продемонстрировал, которые не связаны с конкретным местом проживания, ну, прежде всего, это айтишно, конечно, то есть люди, которые сидят за компьютером и которые могут жить где угодно, в современной, так сказать, появляющейся на сегодняшний день теории, эти люди называются намады, от древнегреческого слова намады, или путешественник, человек передвигающийся, намадами всегда называли кочующие имена когда-то, да, вот, и вот эта культура современных намадов породила совершенно иное отношение к человеческому вселенную. Они, что они делают? Они путешествуют по миру, находят себе места, которые им больше всего нравятся с точки зрения природы, с точки зрения определенной культурной среды, с точки зрения удобства проживания, климата, красоты окружающего места, да, вот, и они там посередают, они там поселяются, они себе строят достаточно совершенно современно комфортные дома, но при этом очень, как сказать, ну, быстро возводимые я бы не стал говорить, это такое заезженное очень слово, но, тем не менее, их интересуют те виды строительства, когда можно быстро очень получить дом. двороживую там год, два, три, пять, а потом начинают искать другое место. вот, вот, и вот такая вот, вот это вот кочующая племя намадов, да, с одной стороны, да, и есть другой вид намадов, который мои друзья-психологи обозвали пенсионер-кочевники. Пенсионеры-кочевники это очень большой процент в последнее время населения, но в частности пожилые русскоязычные израильтяне тут лидируют по полной программе. Вот, и я наблюдал намадов и первого сорта, и второго, ну, первого вида, и второго вида, я их наблюдал в Болгарии, например. Вот, если пенсионер-кочевники и кочевники другого плана, русскоязычные, расселяются в Болгарии в основном по побережью Черного моря, то ребята первого вида, например, они предпочитают горные районы. Горнолыжные курорты типа Банска или места исторических так называемых там городов. Но это не города миллионники, да, это небольшие поселения, относительно небольшие. Вот, и мы наблюдаем еще и к сожалению перемещение по политическим и экономическим мотивам, да, и которые тоже к ним добавляются. Вот, и их становится все больше и больше. Именно они задают современные тенденции развития городских поселений, ну, такие субгородские поселений. Ну, в частности, тут не так давно выступал один украинский человек, который предлагает такими поселениями после войны развивать градустоятельство в Украине. да, это наш товарищ, да. Да, вот, с этой точки зрения, с этой точки зрения, да, мы имеем город-сад, ну, так сказать, несколько, гораздо ниже, гораздо ближе к природе скорее, да, чем к городу. Вот, это вот одни тенденции. И потом уже в начале пандемии появилась еще одна тенденция, которая ближе к тому, что говорил Михаил. Значит, речь идет о том, что в случае замкнутого невозможности замкнутого расселения, невозможности так сказать широкого общения, ну, при каких-то эпидемиологических проблем, вот, человек оказывается замкнутой собственной квартиры. В замкнутой собственной квартире и общение приводит в зум, в котором мы находимся, в котором старт дала именно пандемия на самом деле. Вот, но проектируемие домов и об этом мы уже когда-то в 20-м году говорили, в конце 20-го года. Вот, проектирование домов, мы говорили о том, что какие-то микросообщества, помимо семьи, можно создавать внутри этих домов. домов, на одном этаже находятся 3, 2, 3, 4, 5, до 8 квартир, ну, больше проектируемых. Вот, и предложение наше было такое, что на каждом этаже создать некое помещение для общения, вот, которое представляет из себя спортивно озелененную площадку, открытую во внешнем мире. Вот, и общение, как бы, оно сосредотачивается в пределах нескольких семей, и образцом такого дома, без, вернее, образцом такого общения, да, я впервые столкнулся в Советском Союзе, вот, когда я поселился, я купил квартиру в кооперативе. Кооператив, ну, в общем, половина этого дома, это были мои однокашники по архитектурным институтам. Михаил, простите, что я нарушаю течение вашей жизни. Да, из формата. У нас все-таки доклад Сибулевского. все, 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 я заканчиваю, я просто дополнил этот доклад, спасибо большое. Если вы заявляете себя как судокладчик, давайте это обсудим, но это как бы, как бы нарушает нашу структуру. Я прошу прощения, я Михаилу не задаю вопрос, просто в силу того, что, ну, как я могу задать вопрос человеку, с которым мы много обсуждали с того, что он Я не претензий к вам, я просто говорю, что формат у нас жесткий и ясный, есть докладчики, есть вопросы, микроскопические. Я закончил, я закончил. Извините. Да нет, пожалуйста, конечно. Все было страшно интересно, но совсем не вовремя и не по делу, да, да. Следующий вопрос у нас от Владимира. Владимир, пожалуйста. Я прошу прощения, у меня тоже скорее выступление, у нас как-то перешло больше к выступлениям, оно краткое, но... Вообще, есть вопрос от Цивьяна, как всегда. Не как всегда, если бы не выступление Михаила Козлова, то у моего вопроса не было бы, я делаю серьезные китайские предупреждения ведущему. Дело в том, что замечательный доклад исключил одно явление. В любом, так сказать, подобном жилищном полюсе очень важен психологический и социальный климат. И у меня вопрос к докладчику в какой-то степени, с моей точки зрения, и идеалисту. исключает ли он при строительстве по его проектам, по его мыслям, по его программам, и не только его, а современным, участие категорически и, так сказать, строительство невозможно без, особенно Михаил Козлов, который сказал о семейных домах, при проблеме отцов и детей, бабушек и дедушек, возможно ли строительство семейных домов и любых других домов с учетом израильской реальности и так далее, без участия советов, консультаций психологов, психиатров, социологов и юристов, так как количество проблем, которые возникают при том строительстве, о котором говорил, они создают такие трудности, что в конечном итоге могут затормозить эти замечательные проекты, которые в ближайшие 50-100 лет именно в Израиле могут быть осуществлены. Спасибо. Спасибо, Леонид. Да. Это особое направление. На самом деле я его даже не касался. создание либо поселков сообществ и так далее. Я боюсь, это немножко вне темы моего обсуждения, могу только поделиться мыслью очень коротко, что в Израиле да, есть определенные части израильского народа, это больше может восточные евреи, где есть тяготение к жизни большими семьями, оно уже естественно у них в поколениях. И в этом плане, если дом умеренного размера сооружается на относительно просторном участке, с тем, что мы говорим, этот участок обеспечивает там и сельхоз, правда, продукцию, его можно делать менее ужатым, то это дает перспективу, то есть такая семья, когда растет и они с собой самими хорошо живут, из небольшого дома может вырасти многосемейный дом на этой же площади. А сверх этого проблема поселков, коммун и так далее, она чрезвычайно важна, я с вами согласен. По-моему, эта тема еще одна причина. Да-да-да, понятно, что это как бы не внутри. Если я правильно понял, вы совсем о другом говорили, о том, как это возможно с градостроительной точки зрения. Борис, я прошу прощения, можно я Леониду отвечу? Да. Дело в том, что когда-то на заре коммерческого проектирования ко мне обратилась некая компания, которая захотела построить для себя некий поселок. Они попросили не спроектировать поселок, а спроектировать устав поселка. Вот. И пригласили меня и моих друзей-психологов, что через них они на меня вышли. И мы попытались создать такой устав. Но психологи именно этот устав зарубили. Они полностью сказали, что это утопическая идея, и очень просто они ее сформулировали. Сегодня, сегодня вы, так сказать, создав фирму 50 человек, желающих построить 50 домов, поселите туда 50 семей. Но уже в следующем поколении, то есть, условно говоря, через 15-17 лет, эти семьи изменят психологический климат в поселке. Вам не удастся, так сказать, поселок размоется психологически, понимаете. Вот. И это вот самое главное, что хотя устав не создали, честно могу сказать. А сейчас я проектирую реальные дома, вот то, о чем говорили, что это модульные дома, значит, один модуль для маленькой семьи, потом добавили два модуля для средней семьи, потом добавили еще такой же дом, соединив два дома вместе, и получилось около 200 метров, уже для семьи на 12-15 человек. Да, такое возможно, но я думаю, что это психологически, это не психологически, это просто по жизни, рано или поздно, младшее поколение не захочет жить с, условно говоря, внуки с дедушкой в одном доме, это не нужно, и уже дети стараются отделиться от родителей, а уже про внуков не бывает. Миша, ваше мнение, пожалуйста, или ваше продолжение. Я хотел бы, чтобы мы все-таки сорганизовали... Можно мне? Да, пожалуйста. Ну, насчет семейного дома. Секунду, Миша. Я бы хотел призвать нас сорганизоваться вокруг вопроса, который Миша поставлен. Есть, понятно, что есть огромное количество ответвлений, приложений и так далее. Может быть, можно рассмотреть их как темы последующих встреч. Но у Миши Цибулевского, я попрошу это еще раз сейчас, перед тем, как будет следующий задающий вопрос. Миша Цибулевский, еще раз, скажите, о чем вы нам рассказывали и какую тему мы обсуждаем? Очень большой соблазн уходить в сторону. Я очень опасаюсь, что мы станем сегодня дискуссионным клубом, чего и мне крайне не хотелось бы. Хорошо, спасибо вам большое в сосредоточении обсуждения. Было две главных темы. Первая, которая вызывает у меня тревогу, это растущие, как грибы, 30-этажные здания по всему Ютурайлю, которые дорогие и опасные, и которые очень соблазнительны, потому что сегодня отчасти искусственно, городская площадь, она очень дорогая, искусственно возникает эта ситуация, что с этими домами в будущем надо хорошо продумать. И вторая тема, зеленые города, даже если сегодня еще не пришли роботы, которые там полностью нам сделают весь цикл, чтобы и урожай и так далее был, уже сегодня строить так, чтобы и организация домов, и балконы, и там поливы и так далее были так устроены, чтобы этот зеленый город реально осуществить с одной стороны и с другой стороны запрос к специалистам в растении окестре, а какие деревья, какие другие растения будут органически жить рядом с людьми так, чтобы иметь полноценную урожайность, так как это в Кибуце и Машаве, вот две основные темы, которые на меня обладают. Понятно, хорошо, вот если можно давайте сосредоточимся вокруг этих тем, все остальные замечательные, интересные, важные соображения и вещи, если можно давайте оставим за пределами семинара, да? Борис, как раз это примыкает к комфортной среде обитания, о которой говорил Михаил Цибулевский, значит, семейный дом как составляющая часть такого города, так, она в принципе напрашивается, так, ведь система в Израиле для дети, внуки, значит, пожилые люди, так, они все вместе, значит, объединены в одном, значит, строении на разных этажах, три-четыре этажа, это естественный переход, это естественно. В чем ваш вопрос, Миша? Да. Ваш вопрос в чем? Не, я просто отвечаю. Спасибо. Следующий вопрос. Так, если Владимир у вас выступление, то, наверное, сначала мы дадим Ройтману ответить, вернее, спросить. Да, пожалуйста. Добрый день, можно я маленькую презентацию покажу? Да, очень маленькую. У меня их много, но вот касаемо сегодняшнего дня. Если у вас есть много, можно обсудить ваши выступления. Ну, давайте, я не хочу задерживать, я хочу быстро. Да, вот я вам дал право с организатором. Я включаю демонстрацию. Да, очень компактно, да? Да. И теперь, что я должен еще нажать, я уже... Поделиться справа. Так, где поделиться находится? Право у вас. Шер. Нет, у меня тут все на русском языке. Слово поделиться. Нет, приложение, реакции, запись. Нет, нет, слева. Справа. Справа, Семен, поделиться. Я что-то это сам. Зелененький квадратик внизу, показать свой экран. Да, демонстрация экрана. Ну, вот я нажал демонстрация экрана. Семен, поделиться. Семен, давайте тренировку отложим на потом. Вы пока потренируетесь, а мы дадим следующему вызову. Хорошо, написано, организатор отключил демонстрацию экрана. Нет, я не отключил. А, да, включил. что-то там проблема. Наоборот, я вам дал. Я понимаю, но я верю компьютеру. Пожалуйста. Если он показывает, что отключено, проверьте, пожалуйста. Я уже, я дал вам эту демонстрицию. Давайте, пусть следующий я посмотрю. право соорганизировать. А, вот сейчас, да, сейчас открылось. Вот, так что я могу, я могу включить, могу, как скажется. Включайте, пожалуйста. Так, сейчас называется Нет, давайте следующий. Договорились. У Генрика еще вопрос. Мы с вами в следующий раз потренируемся, и вы покажете это. Нет, тут у меня все уже готово, но пусть следующий. Я не хочу занимать время. Спасибо. Вопрос. Еще вопросы, говорим, или? Есть тут Генрика. А где Генрика? Генрика. Генрика нету. Тогда Владимир, конечно, Генрика. Юрий Баргоц. Спасибо, я тут. У меня вопрос, или, скорее всего, пожелание, коротенько очень. Присутствую постоянно на семинарах и Михаила Козлова, института в Натане, и на ваших интересных семинарах. Сегодня очень интересный семинар и докладчик. Не первый раз его слышу, очень интересно, много, много нового узнаешь. У меня только одно пожелание. вот каким-то образом привлечь, кроме людей, заинтересованных, может быть, имеющих много опытов, но не имеющих выхода на административную, так сказать, решение. То есть, нельзя ли как-то заинтересовывать каким-то образом? Хорошая идея, Генрих, спасибо большое. Попробуем пригласить, но не знаем пока кого. Спасибо большое. Следующий, пожалуйста. Фарбот. Я хочу включить. У меня вопрос такой. Говорилось о том, что на тысячу дунам мы рассчитываем на 25-30 квартир. В то же время докладчик предлагает говорить о приусадебных участках в городе. Я хотел бы напомнить, что вот я когда-то жил в маленьком городе, где у нас были приусадебные участки, на семью из 3-4 человек было 500 сотых. 500 сотых это пол дунама. Каким образом Миша вписывается 25-30 семей, если вы хотите пол дунама? Понятный вопрос. Спасибо большое. Юрий, я вам очень признателен за вопрос, потому что он наводит порядок немножко в наших мозгах. Есть два направления. Одно направление людям жить в компактных городах, что имеет свое преимущество, особенно в доинтернетную эпоху или для фирм, которым нужна рабочая сила. Мы знаем, кстати, очень важный закон. Большой развитой фирме, по-настоящему крупной, нужно собрать рабочую силу с территории, примерно, где живет как минимум 2 миллиона людей. Именно поэтому большие города очень процветают. Сегодня в эпоху интернета для части специальности это меняется. Другая совершенно тема очень важная, что с остальных сельхоз территорий мы согнаны. Вот есть огромные поля, а вот эти поля можно засадить, извините за тавтологию, засадить усадьбами. тогда вокруг каждой усадьбы люди будут собирать урожай, но и пользоваться им, и возникнет перспектива для тех сообществ, которых это естественно. Есть сообщества, в которых это естественно, чтобы пенсионеры и молодые жили вместе, дедушки и бабушки очень много внукам давали и питались от него. Это с нами действительно психологи должны хорошо работать или иначе чтобы это произошло. Это две части развития, это не одно и то же, это две стороны. Две стороны. Спасибо. Спасибо большое. Борис, а можно мне дополнить Михаил? Напрямую вопрос. Да, пожалуйста. Современный город, ну, типа Лос-Анджелеса или Большого Толя-Абива, состоит из двух частей. Значит, одна центральная часть, это самая дорогая земля, и чаще всего все башни, вот эти вот, про которые говорит Михаил, они не жилые, они чаще всего офисные, ну, а зреели им подобные. А вот жилье расположено фактически в одноэтажных -двухэтажных домах. В Лос-Анджелес огромный город, вот, но там почти 50, больше 50% населения, 70%, живет именно в таких домах. Вот, и то, что говорит Михаил сейчас о том, что вот эти пустые места используют для именно малоэтажного строительства, это такая естественная вещь, что слушают. Спасибо большое. Мне кажется, кажется... Я могу включить. Да, Семен, пожалуйста. Видно? Да. Значит, я не буду расширять. Я специально вот к нынешнему мероприятию приготовил краткий такой пробег по делам, которые я занимаюсь уже не один десяток лет. Я ценю желание Михаила соединять то, что можно еще соединить как-то, но я этим занимаюсь 50 лет. Поэтому все то, о чем говорил Михаил, мне уже как бы в далеком прошлом. Так вот, вот я вам говорю о той первой идеальной модели, которая, не расширяя шрифтов и так далее, должна быть в каждом населенном пункте. Центр зеленый пояс, жилье зеленый пояс, промышленность зеленый пояс. Но это не значит, что это целый круг, это могут быть там всякими секторами и так далее. Дальше. Этот же принцип я использовал, когда разрабатывал проект искусственного острова примерно на уровне Роша-Некра. Значит, два направления геометрии очень способствуют решению этих проблем. Это, понятно, круговые, так сказать, или концентрические круги и гексагональные, гексагональные позволяют соединять единые комплексы очень много отдельных как бы сооружений. Значит, ну вот вы видите, это чертежи конструкции вот этого острова. Значит, он рассчитан на глубину до 300-400 метров. Я вам сейчас объясню, почему я это привожу. И вот сверху вот это вот над морем сооружений, это не мое, но я взял просто для того, чтобы показать, что над этой платформой может быть выстроены какие-то модели. и вот в рамках этого я предложил вот такую конструкцию. Значит, 12 башен по именам, которые вам наверняка знакомы. Я скажу, что башня Рувима, да, по-моему, я не очень хорошо вижу и так далее. это 12 этих самых, которые фигурируют в религии. Так вот... 12 колен Израиля. Да, 12 колен Израиля. Так вот, такое сооружение прекрасно будет видно из космоса. И ввиду не только масштабности, рассчитано оно примерно на 20 тысяч человек. и значит, дальнейшее развитие этой модели было такое. Дело в том, что никого никогда не возник вопрос, что человек живет, покупая квартиру или там получив квартиру, он вечно будет смотреть, пока жив, будет только смотреть в одну точку, в одно, в один угол пространства и все. А вы знаете, что у нас в Израиле очень ценится, если видно, море и так далее. Поэтому я рассматривал создание вот такой платформы, которая со скоростью один или один оборот за один или два дня. И таким образом у всех живущих на этой платформе есть возможность утром побывать в одном секторе, вечером в другом секторе и наблюдать постоянно сменяющие пейзажи вокруг. Я думаю, что для людей это было бы просто прекрасно, а не уткнуться как у нас у многих в стенку соседнего здания. У меня хорошо, я вижу море, но это далеко не у всех. Следующий вариант, который я строил уже на основании применения модульных конструкций, это я имею в виду контейнеры и так далее. Это проект, который я разрабатывал, я его назвал «Ромашка». Он строится с поворотом на каждый следующий этаж на 60 градусов. Таким образом закручивается спираль. Это здание очень легко собирается, причем несколькими путями. Вот, пожалуйста, можете посмотреть, как это выглядит. Причем есть возможность сделать межэтажную, есть возможность сделать просто место для отдыха. то, о чем говорил Цибулевский. Значит, это большая площадка, которая там диаметр 50 метров, которая позволяет проводить время не только внутри квартиры, но и вне ее. Говорил Михаил Козлов на эту тему. Что говорил? На тему пространства для... Михаил Карповский я говорил. Я это говорю давно. Что говорить? Я просто не знаю, кто когда что говорил. Я это говорю десятки. Семен, прошу прощения, как долго еще будет ваша Сейчас я это... Теперь смотрите, есть такой вариант, что делается центральный стержень, на который одеваются хоть 20 этажей, хоть 30, хоть 40. И тут тоже есть варианты межэтажные и использование самих. Я просто хочу сказать, что в этих вопросах я ушел очень далеко. Теперь по поводу того, о чем говорил Михаил еще. Значит, вот схема отработанная, как использовать воду. Вот. И как ее планировать распределение. Вот. Потому что серая вода это тоже не так просто. Значит, нужна соответствующая обработка, которая известна и уже делалась не раз. я проверял, проводил исследования и так далее. Но схема на сегодня готова к употреблению. А вот для восьмиэтажного дома. Вот. Сделано. Все расписано. Куда какую воду, как использовать, что входит в серую воду и так далее. И я уже у Козлова говорил не раз. У меня дома сделана такая система. я трачу воду на 50% меньше, чем другие. Большое спасибо, Сергей. Сейчас быстро. Это же сейчас покажу то, что хотел Михаил увидеть. Я имею ввиду Цибулевский. Значит, это что касается воздуха. Теперь это что касается мусора. А вот вам башни, о которых был разговор. Зеленые башни, эти проекты существуют еще до меня. Вот. Они существуют. Теперь в чем ошибка многих и архитекторов и так далее. Вот в Израиле стоят кучу башен. Но это неверно. Надо строить систему башен такую, чтобы, скажем, в центре была такая огородная башня, образно говоря. По концепции в целом каждый вид биологии имеет свой этаж. Овощи на одном месте, деревья на другом. Даже животные, мелкие, которые не нарушают так сказать воздушное пространство и так далее, тоже есть возможность разместить и использовать для этой цели. Значит, у меня свои варианты и специально решил вам показать, что вы видели. Спасибо большое. Это уже восемь. Благодарю вас. Закройте, пожалуйста, презентацию. Спасибо, очень благодарю. Господа, у меня впечатление, что я попал на какой-то другой семинар, где все говорят о своем наболевшем важном, маленьком, очень важном, серьезном, интересном, но мало связанном с основным докладчиком. Я еще раз попросил его назвать свою тему и хочу заметить, что никто из тех, кто комментировал, по сути, эту тему не обсуждает. Это обидно и очень не соответствует нашему формату. Если есть вопросы, мы больше не показываем презентации, мы больше не рассказываем случаи жизни, не предлагаем, пожалуйста, обратиться к начальству за получением разрешения, у нас что-то совсем другое. Для этого есть другие семинары и, возможно, другие инстанции. Если можно, короткие вопросы и ответы, пожалуйста. Михаил Зубко. Мне очень интересно и важно было увидеть то, что это, но это не по адресу. Спасибо. Скажите, несмотря на хвалебные оды израильскому сельскому хозяйству, израильское сельское хозяйство не обеспечивает нас полностью продуктами питания, не обеспечивает нас зерновыми, не обеспечивает мясом, все это мы завозим. Но на этой конференции звучат предложения о том, чтобы расширить площадь городских застроек за счет сельскохозяйственных земель до 9% или даже до 1,3%. Вы считаете это приемлемым в условиях, когда израильское сельское хозяйство по правде говоря, не обеспечивает нас всем продуктами питания? Будем закупать за границей? Спасибо за короткий вопрос. Благодарю. Да, Миша? Ну, я хочу еще раз акцентировать. Была поставлена проблема, как на застроенной территории сохранить полную сельхозпродуктивность Земли. Это открытый вопрос, но есть, как говорится, толстые намеки на то, что это решаемо. И тогда эта проблема снимается. Пути решения это роботы очень интенсивный труд, что называется. Может, надо каждый фрукт с сеточкой тончайший на волокон от вредителей закрыть и так далее. Сегодня труд становится очень дешевым. И тогда возникает очень актуальный вопрос вблизи жилья людей, как сохранить сельхозпродуктивность Земли. Окей. Спасибо большое. Если я правильно понял, вы считаете, можно застраивать сельскохозяйственные земли, все равно там будут выращивать сельхозпродукты? При условии нет. Это сельхозпродуктивность? При условии, если авторы проекта продемонстрировали квалифицированно, что они в состоянии это делать. Нужно начинать с опытных участков. Так, но на вашем участке будут выращивать овощи, а овощами израильское сельскохозяйство обеспечивает нас. Не хватает зерновых и мяса. И, по-моему, даже яиц, молоко есть. Зерновых и мяса не хватает в Израиле своего. К сожалению. Это, я предлагаю вынести это как на отдельную тему. Спасибо. Очень важно. Очень важно. Это очень важная тема. Спасибо большое. В чате есть письменный вопрос от Севьяна. для построек высотных домов существует ли заключение от Министерства обороны, безопасности, МВД и так далее. Я не думаю, что Миша знает. Я могу только предположить, что все это есть, но мы это повторно поднимаем как важные национальные вопросы. Спасибо. Акцент на этой важной теме. Да-да-да. У меня обсуждение именно так, Борис предлагает. Именно по докладу Миши, по тем вопросам. Да, пожалуйста. Во-первых, большое спасибо. Прекрасный доклад. Миша, конечно, романтик, и я давно знаю его и эту его идею. Это не главный недостаток к Кире, да? Но у него романтика очень практичная. и то, что он предлагает, оно совершенно практично. Мне кажется, что важным моментом, который у него немножко только штрих пунктир нам обозначен, это экономическое сравнение и сравнение городов башен, домов башен и таких домов. и оно явно должно быть доведено до конца и показано, что они явно соизмеримы, по крайней мере. Я хочу добавить в этом направлении, что шестиэтажный дом, по крайней мере, по оценкам его крыша вполне достаточна для полного обеспечения энергии этого дома. И это создает еще один дополнительный аргумент, потому что в таких застройках мы будем иметь независимые энергообеспечения, дело только в том хранении энергии, которое становится дешевле и дешевле и дешевле. Еще одна вещь, это не обозначено как это именно будет происходить. и наверное имеет смысл сказать вот так как показывал Семен Ройтман, что есть центр города, который в общем-то вряд ли такой будет зеленый, а вот эта зеленая часть будет наступать от периферии к центру. Еще одна вещь, это мое мнение, я не верю, и в этом смысле я совпадаю с последним выступлением Михаила Зевко, что сельскохозяйственная продукция, я не верю интуитивно чисто, что это в самом деле такие постройки могут серьезно вмешаться в производство сельского хозяйства. Немножко, может быть там какие-то проценты, но вряд ли это возможно серьезных масштаб это в основном для жилья, для того, чтобы люди получали удовольствие от свежих продуктов прекрасно, но говорить о том, что это может быть по-настоящему вмешиваться в производство сельскохозяйственной продукции. Понятно, да. Спасибо большое, Владимир. Я не думаю, что это так. Спасибо большое, спасибо большое. Миша, вам есть что ответить? Еще один момент, который последний я хотел добавить. Есть тенденции другие, когда люди покупают просто себе землю. И вот это, кстати, не прозвучало одной из важнейших вещей, что а как насчет стоимости квартир и жилья, которое вот сейчас один из важнейших вопросов, то желательно найти такие решения, которые бы показали, что и Миша в этом как раз специалист, он проводил семинары, которые бы показали, что одновременно стоимости будут падать и люди смогут покупать не по этим невозможным ценам, которые сейчас будут. Понятно, спасибо большое. Есть такая, что люди вот просто, я знаю группу людей, которые просто купили себе сельскохозяйственную землю, на которой они очень разрешаются строить, и там есть определенные регуляции, как это делать, и они там живут, строят себе то, что там разрешено, и таким образом решают свою проблему с жильем. спасибо, и большое спасибо, Миша, просто прекрасно. Очень интересно, да, спасибо большое. Спасибо, Владимир. Миша, вам есть что сказать? Да, я... свое оправдание. Свое оправдание, спасибо. Владимир важные вопросы задает. Давайте просто посчитаем. Если мы в состоянии посадить в городе, условно говоря, фруктовые деревья и овощи, прежде всего может быть фруктовые деревья. Так, чтобы поверхность, эффективно вся поверхность была зеленой, это первое. Трое, сможем выбрать такие сорта, чтобы они были урожайные и не требовали химии, это отдельный вызов. А кроме того, есть очень трудоемкие технологии, как я рассказывал, закрыть все наносеточками, микросеточками, что много труда требует, но труд роботов будет дешевле. Это на перспективу. А что надо делать сегодня, сегодня в муниципалитетах попросить, чтобы сейчас, извините, одну секундочку. Галя, абсолютная тишина. Ой, я извиняюсь, в квартире маленькое вмешательство. о чем была последняя фраза, кто напомнил? Да, муниципалитеты надо попросить. Да, да, проблема балконов. Если снять полностью ограничения с количества балконов на строящиеся дома, ограничивать только жилую площадь, то останется открытый вопрос, очень важный, а можем ли мы на общественном уровне проследить, чтобы эти балконы были полностью сделеными, по моему ощущению, можно, и при этом можно регулировать с помощью дополнительной арноны и так далее, тех, кто не справляется с этой миссией, чтобы дополнительный налог на него был такой, что даже если нет роботов, ему придется самому или садовника вызвать и таким образом сильно сэкономить. То есть последняя фраза, есть направление движения уже сегодня, каждый строящийся дом, каждая улица, чтобы она не асфальтом асфальтировалась, а пеской бетонами и так далее, сегодня уже можно начать двигаться без специальных больших затрат, просто с прицелом на перспективу. Это основная вещь. Благодарю. Таня, есть еще вопросы, пожалуйста? Я не знаю, вопросы ли это Козлов, Катушки и потом Зипко. Пожалуйста, если можно, очень компактно. Во-первых, в пользу концепции Михаила Цебулевского, города Садов, Михаил Карповский привел прекраснейший пример с Лос-Анджелесом, где офисные большие дома, а одноэтажные дома, в принципе, это семейные дома, там поселение. Теперь современнейшие тенденции технологии, значит, они приводят к тому, что децентрализация, уход от массового производства к индивидуальному производству, и таким образом вот эти высотные дома становятся анахронизмом, и города уже становятся малоэтажными. Большое спасибо. Пожалуйста, всего хорошего. Карповский. Да, Михаил, включите микрофон, Михаил Карповский. Извиняюсь, смотрите, вот по поводу сельсхозяйственных земель, я хочу сказать, в Израиле сельсхозяйственные земли гораздо больше убиваются не застройкой, а транспортом. Количество дублирующих, огромное количество дублирующих друг друга шоссе, очень маленькой пропускной способности и так далее и там в воду. Значит, мне кажется, что решение этой проблемы такой экспансии, да, и сохранения сельсхозяйственных земель, это насыпление на море, но не с помощью островов, а скорее расширение там, предположим, полуостровами какими-то, да, у меня были такие предложения когда-то. Спасибо. То есть вынести либо места для застройки в море, либо часть транспортных магистралей объединить и вынести тоже в море, что тоже возможно. Ну вот, и тогда мы осуществляемся с хозяйственной земли или земли для застройки, о которых говорит Михаил. Спасибо, Михаил. Спасибо. Миша, выходи. Секундочку. Миша Цубыревский, выходи, что-нибудь сказать. По поводу моря буквально две фразы, это заявить уже тему для будущих встреч. Море парадоксальным образом самое безопасное место на земле, и об этом еще Жюль Верн говорил в его романе, посвященном капитану Нема. Дело в том, что на глубине около 20 метров мы можем все землетрясения и атомные войны пережить. И тогда даже не острова, а мобильные дома, которые могут и на поверхности, и на небольшое погружение, это может оказаться самой экономически привлекательной и безопасной формой жизни на земле, но это тема другой беседы. И это не то, о чем вы рассказывали. Спасибо. Есть еще какое-то замечание к рассказу? Михаил Зубков. Будьте добры, Михаил. Спасибо. Ну, я вопрос задавал минут пять назад, и я хотел ответить Владимиру. Его возражение получается, что это именно я предлагаю наступать на сельскохозяйственные земли. Это предложение делали Михаил Цибулевский и Михаил Козлов. Это сейчас не важно, кто предлагает и что. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет. Если вопросов нет, тогда поблагодарим доктора Цибулевского за супер интересную фантазию, супер интересную, обоснованную, по-моему, замечательную. Вот. Ну, понятно, что у нее есть некоторые минусы. Мы еще пока не получили на это разрешение, есть ряд других недостатков. Но это было очень логично, интересно, замечательно. Большое спасибо всем. Шабад шалом. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. субтитры. Спасибо. Спасибо.